Приветствуем всех на нашем канале. Данное видео демонстрирует принцип подключения различных устройств к системе «Умный дом». Введение. В домах, не оборудованных автоматизированными системами, подключение освещения происходит через настенный выключатель, который при нажатии замыкает цепь, включая освещение. Для реализации концепции «Умный дом» выключатель перемещается в щиток, где замещается электронно-управляемым реле. Теперь микроконтроллер может активировать реле, которое замкнет цепь, включив освещение. Настенный выключатель подключается к контроллеру, и, получая сигнал от него, контроллер подает команду «Реле», замыкая цепь и включая освещение, позволяя включать и выключать освещение привычным образом. Также к контроллеру подключаются датчики освещенности и движения, позволяя автоматизировать освещение. Основываясь на их показаниях, система принимает решение о включении или выключении освещения. Контроллер подключается к сети интернет, что позволяет приложению получать авторизированный доступ к системе, просматривать показания датчиков и управлять исполнителями. Модули имеют универсальные релейные каналы и каналы входов, к которым подключаются различные устройства. При этом для подключения устройств может потребоваться использование нескольких релейных или входных каналов. Далее мы рассмотрим принцип подключения различных устройств. Освещение Для подключения стандартного освещения используются релейные каналы, включающие или выключающие освещение, замыкая или размыкая цепь. При этом к одному реле может быть подключено несколько светильников, работающих синхронно. Если используется низковольтная подсветка с блоком питания, то напряжение на него может подаваться через реле. Таким образом, реле, замыкая цепь, подает напряжение на блок питания, который, в свою очередь, преобразовывает его и подает на подсветку. Если же используется несколько групп низковольтной подсветки, можно использовать один блок питания достаточной мощности. Для этого выход блока питания подается на релейные каналы, через которые подключается подсветка. Замыкая цепь, реле подает напряжение с выхода блока питания на подсветку. Демируемые каналы позволяют регулировать мощность, подаваемую в лампы, что, в свою очередь, приводит к изменению яркости свечения лампы. Данный тип демирования подходит только для ламп, поддерживающих такой тип управления. На упаковке «Лампы» или «В описании» должен быть значок или надпись «Демейбл». В случае, если лампа подключается через блок питания, он также должен поддерживать демирование, о чем сообщает соответствующий знак или надпись. Для демирования освещения или подсветки, работающих от постоянного напряжения 12 или 24 Вольта, используются PWM-выходы. PWM-выход содержит электронный ключ, замыкающий и размыкающий цепь 400 раз в секунду. Регулируя время подачи и отсутствие напряжения, изменяется яркость свечения-освещения. В случае, если мощности PWM-выхода недостаточно для подключения нагрузки, необходимо использовать дополнительные усилители тока. Светильники, поддерживающие шину DALI, объединяются в общую сеть и могут интегрироваться с системой «Умный дом» с помощью устройств DW-DALI. Модуль DW-DALI автоматически сканирует шину и добавляет в систему найденные светильники. Светильники, поддерживающие управление напряжением 0,10 или 1,10 Вольт, могут интегрироваться в систему «Умный дом» с помощью DW-010 модуля. Также в систему могут интегрироваться лампочки Philips Hue или IKEA. Интеграция осуществляется посредством установки плагинов в систему и не требует дополнительных аппаратных устройств. Термоголовки. Термоголовки системы отопления или теплого пола подключаются аналогично лампам. В случае использования 24-вольтовых термоголовок на релейные каналы подается напряжение 24 Вольт с блока питания. Электрический теплый пол подключается к релейным каналам через контакторы. Контакторы служат для коммунтации большой мощности. При этом модуль управления, замыкая цепь, подает напряжение на контактор, который, в свою очередь, замыкает цепь электрического теплого пола. Замки. Электронные замки напряжением 24 или 220 Вольт подключаются аналогично освещению. В зависимости от типа замка, модуль необходимо сконфигурировать на подачу импульса открытия замка нужной длительности. Шторы-ролеты. Приводы-ролеты штор в упрощенном виде могут быть представлены как два мотора. Один используется для открытия, а второй – для закрытия. При этом привод должен обладать концевыми выключателями, отключающими мотор при достижении крайнего положения. Для управления такими приводами используется два релейных канала, один для подачи напряжения на мотор открытия, а второй – на мотор закрытия. Важно правильно сконфигурировать модуль, чтобы не допустить одновременной подачи напряжения на оба канала, что может привести к повреждению и выходу привода из строя. Также не допускается параллельное подключение нескольких приводов, так как напряжение, генерируемое в одном приводе, будет влиять на работу другого. Мы рекомендуем использовать приводы с силовым управлением, не имеющие встроенных контроллеров. Приводы со встроенными контроллерами обычно имеют порт для подключения клавиш внешнего управления, которые могут быть подключены к релейным каналам. При этом привод запитывается отдельно, а реле используется как сухие контакты, подающие команды открытия или закрытия. Гаражные ворота Гаражные ворота имеют собственный контроллер, который в большинстве случаев имеет возможность подключения одной или двух кнопок управления, при этом задействуется один или два релейных канала соответственно. Каналы используются как сухие контакты и подают контроллеру команду открытия или закрытия. В системе данные каналы конфигурируются как одно или двух полюсные ворота соответственно. Клапаны Клапаны управления подачей воды, трехходовые клапаны или задвижки в большинстве случаев разделяются на два вида управления. Первый задействует один релейный канал и открывается или закрывается при подаче либо снятии напряжения. В системе конфигурируется как однополюсный клапан. Второй вид подключается аналогично приводам ралет. Используется два релейных канала, один для открытия, второй для закрытия. В системе конфигурируется как двухполюсный клапан. Фанкойлы Фанкойл имеет один или два клапана для подачи холодного или горячего теплоносителя, а также мотор, вращающий вентилятор с несколькими обмотками разной мощности. Скорость вращения вентилятора изменяется в зависимости от обмотки, на которую подано напряжение. При этом питание должно подаваться только на одну из обмоток. Для подключения фанкойла необходимо задействовать релейные каналы для подключения термоголовок, переключающих подачу теплоносителя. А также релейные каналы по количеству обмоток двигателя для управления скоростью вращения. Стандартные фанкойлы имеют 3-4 скорости и 1-2 клапана. Таким образом, для их подключения задействуются от 4 до 6 релейных каналов. Важно правильно сконфигурировать модуль, чтобы не допустить одновременной подачи напряжения на несколько обмоток двигателя, что может привести к повреждению и выходу из строя фанкойла. Существуют также фанкойлы, которые имеют моторы, работающие от постоянного тока 12 или 24 вольт. Для управления такими моторами можно использовать PWM-выходы. Например, модуля DW-RGB. Некоторые фанкойлы могут иметь встроенный контроллер, который управляется напряжением 0,10 вольт или иным способом. Клавиши, переключатели и гирконы Клавиши, переключатели и гирконы подключаются между входом и общим контактом. Модуль входов может быть установлен как в подрозетном пространстве, например, BWSW-06, так и в щитке, например, DWSW-16. Клавиши с подсветкой. Наша система поддерживает использование клавиш с 3-х вольтовой подсветкой. При этом светодиод подсветки отображает состояние исполнителя, к которому привязана клавиша. Можно использовать как один светодиод для отображения только включенного или выключенного состояния, так и два светодиода разных цветов для отображения обоих состояний. Например, при включенном исполнителе клавиша будет иметь подсветку зеленого цвета, а при выключенном – красного. Светодиоды подсветки включаются встречно-параллельно и объединяются с контактами клавиши. Таким образом, клавиша с подсветкой использует два провода для подключения и занимает два входных канала. Не все модули поддерживают подключение клавиш с подсветкой. Смотрите описание модулей. В большинстве случаев встроенная подсветка клавиш рассчитана на напряжение 24 или 220 вольт и требует модификации для работы с нашим оборудованием. 24-х вольтовые клавиши Большинство производителей имеют клавиши с 24-х вольтовой подсветкой. Для интеграции с которыми используется модуль BWSW24, к которому подключается до шести клавиш и шести светодиодов подсветки. Поддерживается подсветка, как имеющая общий анод, так и общий катод. KNX Клавиши и термостаты, работающие в стандарте KNX, могут быть интегрированы в нашу систему с помощью модуля DEMG.plus, который имеет подключение к KNX-шине. Для подачи питания на KNX-шину также понадобится блок питания KNX. Для программирования клавиши и термостатов понадобится KNX-интерфейс, USB или Ethernet, а также программа ETS, в которой оборудованию должны быть присвоены групповые адреса, после чего оно может быть добавлено в нашу систему. Датчики протечки Датчики протечки FWWL и WWL-WWWL имеют трехпроводное подключение и подключаются к модулям таким, как MetaForce или DWWL02. Полный перечень модулей смотрите в описании к датчикам. Модуль DWWL02 позволяет задавать настройки датчика такие, как чувствительность и цвет подсветки. Дискретные датчики движения Дискретный датчик движения CWMSD имеет трехпроводное подключение и подключается к дискретным входам модулей, таким, как MetaForce. Полный перечень устройств, поддерживающих подключение дискретных датчиков движения, можно посмотреть в описании к датчику CWMSD. Датчики температуры Для изменения температуры может использоваться несколько видов датчиков. Цифровые датчики температуры, основанные на сенсоре DS18B20, такие, как FWTS, FWFT и WWTS, имеют двух- или трехпроводное подключение и могут подключаться непосредственно в подрозетном пространстве к модулям, таким, как BWSW06 или в щитке к модулю MetaForce DWHC10 и другие. При этом разные модули могут иметь различную максимальную допустимую длину кабеля. Аналоговые датчики температуры NTC с сопротивлением от 5 до 15 кОм могут подключаться к модулям DWHC10, DWIO. Модули, такие как WWHTL, CWHTMLI2, CWCO2, имеют встроенный датчик температуры и подключаются к CAN-шине. Беспроводные сенсоры BTHT работают по протоколу Bluetooth и подключаются к системе через модули DE-MG+, или BT-CAN. ИК-управление. Пульт дистанционного управления бытовой техникой, такой, как телевизор или DVD-плеер, во время нажатия кнопки отправляет набор инфракрасных вспышек, которые можно сравнить с азбукой Морзе, сообщая тем самым технике, какая именно кнопка на пульте нажата. Наша система может считывать и запоминать эти команды с помощью ИК-приемника, встроенного в модуле DE-MG, и далее по требованию сценария или пользователя соответствующая команда может быть воспроизведена инфракрасным передатчиком, встроенным в такие модули, как CWMLI и CWCO2. А техника, получившая ее, воспримет как команду с родного пульта. Команды запоминаются в системе, и в дальнейшем управление техникой может осуществляться из приложения, без использования традиционных пультов. Кондиционеры Пульт управления кондиционером передает ИК-команду, которая содержит полные данные о режиме работы, силе обдува, температуре и положении жалюзи кондиционера. Если запомнить и воспроизвести эту команду позже, то будет полностью восстановлено состояние кондиционера. Для включения кондиционера в произвольном режиме необходимо декодировать данные команды, определить расположение параметров в них и создать скрипт интеграции. В нашу систему заложена база данных уже готовых скриптов интеграции различных кондиционеров. По запросу наша служба технической поддержки может создать интеграцию и для других устройств. В нашей системе имеется специальный модуль BWAC, который совместим с большинством кондиционеров Daikin и Mitsubishi. Данный модуль устанавливается во внутреннюю часть кондиционера, подключается к его плате управления, к аншине и обеспечивает двухстороннюю связь с кондиционером. А также для интеграции кондиционера в систему можно использовать сторонние устройства, такие как CoolMaster или Intesis, для подключения которых нужен модуль DWRS-485. Вентиляция Большинство вентиляционных установок интегрируются посредством универсального интерфейса RS-485 и модуля DWRS-485. Для уточнения наличия интерфейса RS-485 и описания протокола взаимодействия нужно связаться с поставщиками вентиляционного оборудования. В базе сценариев имеется универсальный скрипт для интеграции вентиляционных установок, при добавлении которого необходимо указать адреса регистра в управлении и записание протокола вентиляционной установки. Медиаточки Медиаточка FMP может воспроизводить контент из домашней медиатеки, интернет-радио, туннель, Spotify или звук из смартфона по технологии AirPlay. Медиаточка подключается к питанию 24 Вольт, локальной сети и двум динамикам. USB-разъем позволяет подключить конвертер аналогового или оптического аудиосигнала, как для входа, так и для выхода звука. Медиаточка и блок питания могут быть установлены в запотолочном пространстве рядом с динамиками. Каждая точка является независимой и взаимодействует с общей системой. Она может получать и исполнять команды от сценариев, клавиш или приложения. При этом в систему можно добавить столько медиаточек, сколько необходимо. Мультимедиа Наша система поддерживает интеграцию с медиаустройствами, поддерживающими протокол UPNP-DLNA и позволяет управлять их воспроизведением. Оборудование может управляться посредством ИК-команд с помощью интерфейса RS-232 или по протоколам TCP-UDP. Камеры Наша система поддерживает камеры с On-Viv протоколом, может обнаруживать и добавлять их с минимальным количеством настроек в систему. Другие камеры, поддерживающие RTSP или HTTP-HTTPS видеопоток, также могут быть добавлены в систему в ручном режиме. В случае, если смартфон подключен к локальной сети, то соединение с камерами происходит непосредственно между смартфоном и камерами, В случае же удаленного подключения передача видеопотока осуществляется по зашифрованному каналу от камеры через базовый блок и облако к смартфону. При этом не требуется постоянного IP-адреса или проброса портов. Приложения в зависимости от модели камеры позволяют управлять ее положением, зумом и ИК-подсветкой. Домофон Домофон FEIC предоставляет возможность как локального, так и удаленного общения с посетителем, а также имеет встроенный считыватель RFID и NFC-карт. Домофон подключается к локальной сети. Для его питания поддерживается как пассивное ПОЭ, так и активное ПОЭ – 802.3AF. Также в систему могут быть интегрированы сторонние домофоны, поддерживающие SIP-протокол. При этом для их интеграции должен использоваться SIP-сервер, предоставляемый нашей компанией. Для работы сторонних домофонов необходимо наличие интернет-соединения. Настенные панели Настенные сенсорные панели LCP-4 и LCP-10 используют Ethernet-подключение к локальной сети, питание 12 Вольт и работают под управлением операционной системы Android. Приложение Lernitech запускается автоматически и может использоваться как со стандартным интерфейсом, так и с интерфейсом, адаптированным для настенных панелей. Другие устройства Наша система поддерживает следующие стандартные протоколы, позволяющие интегрировать разнообразные сторонние устройства. RS-485, RS-232, Modbus-RTU, Modbus-TCP, UART, TCP-UDP, HTTP-запросы Get-Post-Put, интерфейс с входами и выходами 0,10 Вольт или 1,10 Вольт, Dry-Contacts, сухие контакты, Дали протокол для управления освещением. В данном ролике мы перечислили только часть наших возможностей по интеграции. Если у Вас возникли дополнительные запросы по интеграции, обращайтесь в нашу службу технической поддержки. Благодарим Вас за ознакомление с нашим обучающим материалом. До встречи в следующих эпизодах! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...